Я действительно впервые тоже участвовал. В таком мероприятии, как отчет ректора перед своими сотрудниками, перед коллегами, студентами, я не знаю, за 5 лет, за 5 лет он бы доклад растянулся. И почему я вот здесь, а не в другом университете, ни в каком университете я на таких мероприятиях нет. Ну, Тлик Тесдоса уже рассказывал, что меня связывает с вашим университетом. Это не только институт гуманитарный, что тоже это явление необычное. Когда людей, приехавших из села, вот здесь во время учебы подготавливают и гуманитарно. Очень важно, чтобы они возвращались в свои хозяйства, уже обогащенные знаниями культуры, международной культуры. Спорт, да, ветеранский спорт. Единственный университет, где есть действующая команда ветераном в поле поле. Она уже много лет работает здесь, и я знаю, как люди в разных профессиях собираются в вашем спортивном зале и становятся. Правда, вот вчера я был огорчен, когда один член нашей команды показал картинки осенней охоты, в которой он участвовал. И он сейчас еще на охоте, вернется, я ему обязательно такой выговор сделаю. Он стоит с ружьем такой, боевой очень. И у ног его десятки гусей. Что такое? Десятки гусей. От голода, что он делает. Нет, вроде он, человек сын. Я за своей жизнью, я тоже охотник, когда-то занимался охотой, молодости. Я же геолог, был там, поляр. Там и для пропитания добывали что-то такое. А здесь для удовольствия уничтожен три десятка гусей. И этим гордиться. И социальные сети своих портретов с гусями распространить, это, конечно, недостойно спортсмена. Я разговариваю с министром Аскаром Азахметовым. Мы поддержали его пожелание запрета на весеннюю охоту. И мы добились этого дела. И на самом деле, таким образом, сохранили потомство этих перелетных птиц. А вот теперь они возвращаются, и их вот таким образом, любители природы уничтожают. Почему? Я все разговариваю, ни одного птица в своей жизни не убивал. Потому что я придаю значение его названию казахскому. Каз. Это как элемент нашего самоназвания, нашего этнонима. Казах. Поэтому стрелять в гуси, это как стрелять в казах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот. Ну, это я отмечусь от основного доклада. Меня этот доклад по-настоящему поразил глубиной подхода научного перспектива, которые открывают те названные цифры, сопоставления этих цифр, вот, импорта, экспорта. И я еще раз убеждалюсь, что вы все занимаетесь главным направлением. Вот. Воспитываете людей, которые обеспечат продовольственную безопасность нашего народа. Но при этом я думаю и продолжаю думать, куда вот эти выпускники после окончания получения диплома пойдут. Колхозов нет, сархозов нет. Есть предприятие, слава вам, есть. Малое. Конечно, вот, зоотехники, агрономы, механизаторы и другие специальности. Клад-то, эти золотые специальности. Особенно для Казахстана. Огромный сельхоз аудитории. Казахстан. И пространство. Ну, слава Аллаху, что, ну, Богу, там, не только Аллаху, Богу, что вы продолжаете этим заниматься. Невзирая вот на эти сложности. Безусловно, готовьте и дальше специалистов, потому что они в будущем будут на главном направлении. Поэтому ваша работа, конечно, безусловно, одна из самых важных среди вузов. Вот, когда я слушал доклады для Креса Исафаевича, я все время вот этой мыслью сопрягал вот те цифры и те для меня открытия, которые он делал через воспроизводство. И все время убеждался, да, это правда, это правильно, вот это нужно, это нам нужно воспитывать, готовиться все равно к тому самому прорыву, который, безусловно, состоится. Да, это была ошибка Ельцина, а потом мы последовали этой ошибке, когда он вдруг сказал, нет, все должно быть как в Америке. Никакого колхоза, никакой госсобственности на предприятия, все должно быть часто. Вот он за пять лет хотел сделать, перевернуть то, что делается веками. Ну вот, из-за этого до сих пор страдает и Россия, опустили села в России, народ кинулся в города, нет работы в селах. Вот. Об этом даже и наши мажористмены, недавно Башко я прочитал в газете, об этом сказал, да, на него накинулись, как же так. Ну, прав, черт возьми. Надо готовить там, на селе, фронт работ для молодежи. Вот Белоруссия, как я сказал, я был в Беларуси. Единственная страна, СНГ, где не разогнали совхозы и колхозы. И там это развивается. Нормально, я был в селе новое. Вижу, поставили двухэтажный дом новый. Я спрашиваю, для кого это? А это вот для молодых специалистов. Мы их таким образом задерживаем. Вот они живылись, породнились, появились дети. Им строят колхоз, строят дом, и он там продолжает свое производство. Не только детей, но и сердцем. это вот этот подход мне больше нравится. Чем вот мы сейчас, сейчас и в России все надеются, что когда-нибудь фермер, что как в Америке, победит вот эти все наши общинные сознания. А мы действительно общинным сознанием своим более приспособлены к локарам хозы. не индивидуалисты мы, а именно общественники. В коллективе привыкли работать. И вот Китай в этом плане, конечно, поступил более мудро. Ден Севапен в 79-м году, когда узаконил частную собственность, но не запретил государственную и коллективную. И вот на этих трех китах, трех видов собственности, Китай выплыл в эти тайфуны, выдержал все. И стал мощным великим государством. И экономически великим государством. все. пока боремся вот с этими пережитками Ельцинского новаторства. учетом. Но все равно мы должны продолжать эту работу и воспитывать настоящих мастеров сельского хозяйства. и я очень рад, что Алексей Собаевич вот в таком коллективе, который понимает те задачи, которые здесь звучат, стрибуты, он работает. И еще на что я безусловно обратил внимание, когда он говорил, речь была такая солидная количественно и качественно. Я наблюдал за залом. Смотрел, как реагирует зал. И он мне напоминал лучшие минуты и напоминал те залы, которые я видел в Казахстане в Советском Союзе. В том советское время. Вот. Когда все казахи сидят, а докладчик по-русски говорит. Все его понимают. Вот. А недавно я выступал в одной республике, в университете, бывшей республике Советского Союза, которая получила независимость и студенты, и молодые преподаватели, которые там сотрудничали. моё выступление переводили на свой язык. Профессиональный переводчик переводил. 25 лет назад я там был, выступал всегда на русском языке, и все бурно это все воспринимали. нас увидел какую-то поразительную для меня квартиру. Я понял, что независимость не всюду используется правильно. Некоторые понимают независимость как самоизоляцию полностью. Ни от кого не зависит. Вот спрятаться в этом какой-нибудь коконе называется и тихо пользоваться только своими языками. Только теми знаниями, которые вот они успели в три или четыре учебника перевести на свой язык. И вот этим пользуются эти бедные студенты. От них отрезали тот мощный пласт культуры, который изложен русской научной и всякой другой литературе. От этого я не вижу, что я вижу и будущее. И я очень рад, что у нас вот такого слава Богу нет. Мы гораздо богаче. Мы двуязычное общество пока. пока двуязычное в будущем может быть и треязычное. Чем больше языков народ будет знать, тем он богаче. Вот любой двуязычный казак гораздо богаче внутренней, чем одноязыкий американец. Или одноязыкий русский там из сволок и так далее. Поэтому этим достоянием надо дорожать. Я вот слушал выступления ректора о русском языке. Я понимал, что мы выбрали правильный путь в свое время. Что в Конституцию внесли вот эти два языка государственные и официальные. И это один из определителей нашего прогресса в будущем. Вот и это я заметил. Так что еще раз поздравляю вас с прекрасным докладом, с хорошей оценкой этого зала, этого доклада и с будущими успехами. Спасибо.